Добрый вечер. Мы начинаем на этой неделе новую главу, новую книгу. Глава Ваикра. И здесь очень интересный момент. Глава Ваикра начинает говорить о жертвоприношениях и вообще, в принципе, глава Ваикра очень много занимается служением в храме, так или иначе, вещь, которая связана со святостью или с ритуальной нечистотой, которая снова связана так или иначе со святостью, служением в храме. И, как говорит Арамбан, и у нас есть вопрос, которому нужно задаться. То есть, очень интересный вопрос, который стоит разобрать по поводу вообще всей дилеммы жертвоприношений. Смотрите, я вам объясню. Очень часто мы свидетели становимся в наше время, не только в наше время, когда происходит то, что называется столкновение между Галахой и законами и между реальностью ее требованиями. И поэтому мы должны обсудить любую вещь, то есть, любой случай, мы должны всегда обсуждать с точки зрения галахической, общественной, социальной, идеологической и так далее. То есть, когда такие столкновения происходят. Например, я вам приду пример. Во времена эпохи Решунин, в первых поколениях, появилась очень большая, скажем так, дилемма и большие, скажем так, вызовы аллогических авторитетов. Это запрета, то что называется, новой пшеницы, то есть, хадаш, в заграницах. Есть запрет, то есть, от новой пшеницы до начала счетчения омера, до второго дня Песаха полностью. И вопрос, то есть, есть аллогический, то есть, спор и так далее, это распространяется на заграницу, не распространяется на заграницу, в любом случае. Во времена Решунин, то есть, как бы, появилась эта проблема, поднялась очень сильно, когда, то есть, запрет на новую пшеницу, то есть, новый урожай за границей, во времена, когда в Европе был страшный голод. Это то, что было, то есть, новая пшеница. И, действительно, Решунин, мудрецы первых поколений, приложили огромное количество усилий для того, чтобы, скажем так, очень креативные решения аллогические найти, чтобы, скажем так, с одной стороны, сохранили Галаху, а с другой стороны, дать людям кушать, то есть, евреям. И они сделали очень интересно, то есть, куча креативных аллогических решений было. Дело в том, что в разные эпохи, то есть, да, как бы, происходят эти столкновения, иногда это не проблема, то есть, да, вот, реальности, то есть, какие-то нужды и так далее. Это вещи, которые поднимают и этические моральные вопросы, то есть, да, как бы, реальность меняется, подход людей меняется, и у людей появляются, то есть, очень, скажем так, важные, то есть, серьезные вопросы по отношению, моральные, по отношению к некоторым заповедям. И среди них находится именно наша дилемма с жертвоприношениями, которая у нас, то есть, очень хорошо, то есть, наша голова, то есть, ей полностью заполнена, не только наша. Следующая тоже о них говорит, о жертвоприношениях. И, скажем так, вот это вообще вопрос жертвоприношений стоит в споре этическом и моральном уже многие поколения. То есть, да, это как бы не новый вопрос. Жертвоприношения в животных. То есть, да, и мы должны разобраться по поводу жертвоприношения животных. Кстати, тут еще можно тоже отметить еще один момент, то есть, да, что стоит тоже задуматься, очень интересную вещь, что то же самое и с проблемой с обрезанием. Потому что есть к этому, кстати, претензии от разных представителей. Некоторые говорят, что это жестокость и так далее. Но понятно, что большинство религиозного общества, понятно, что обрезание не о чем говорить. И не то, кстати, религиозного, слава богу, пока в еврейском обществе. Но даже, обратите внимание, смотрите, что происходит. Ребенка сделали больно, он плачет, а мы садимся кушать и радоваться. То есть, как бы, диссонанс есть, то есть, да. И нужно понимать, то есть, да, почему, потому что судат Митсва, то есть, став из заповеди. Понятно, что если, допустим, нечаянно кто-то, то есть, по какой-то причине отменил бы 2000 лет тому назад обрезание, то сегодня, скорее всего, возобновить обрезание, даже если бы решили, что это очень важно, очень правильно, было бы очень невозможно. Вот, это бы не дали. Понятно, что речь не идет, то есть, тут нет никакой речи, что привычка и того, что мы это много делаем, это как бы притупляет наши чувства, притупляет нашу чувствительность. То есть, это говорит несколько о другом. Это говорит о том, что в течение поколения, если ты продолжаешь делать вещи, то понимаешь, в заповеди, когда даже поднимаются этические и моральные вопросы, у тебя есть более глубокое понимание важности заповедей, на чем она стоит, для того, чтобы продолжать ее делать. И здесь мы поговорим сегодня, как я сказал, о жертвоприношениях. То есть, да, как можно объяснить и увидеть их важность и глубину, их смысл, для чего они существуют на фоне, то есть, по поводу, то есть, на фоне сегодня и так далее. И так мы это видим. То есть, в чем глубокий смысл их? И мы дадим, скажем так, три ответа на их, в чем глубокий смысл жертвоприношения. Начнем, понятно, с... Один из первых, кто занимался этим вопросом, который уже поднял ту дилемму и начал давать ей объяснение, это Рамбом. Рамбом Муреневухим уже занимается этим вопросом, то есть, да, для чего нужны жертвоприношения. И он пишет следующее, он пишет Муреневухим, это находится в третьей части, в 32 главе Муреневухим. То есть, как называется, путеводитель заблудших, потерянных, растерянных. Так вот, он пишет так, и, то есть, у меня текст сейчас лежит перед глазами на иврите, я его сейчас попробую автоматически перевести. И, то есть, как вот это вот действие, то есть, вот это вот, так же, то есть, и этот, пришло от благословенного, как многие вещи в этой той, что нельзя, то есть, выйти в одну сторону абсолютно противоположно. То есть, он говорит о чем? Он говорит о том, что невозможно взять эти дела поклонников и превратить их сразу же, то есть, в абсолютную, то есть, на 180 градусов вернуть. То есть, в принципе, нельзя сделать моментальную революцию. Потому, этого невозможно по природе человека, что он оставит все, к чему он привык, то есть, в момент. И таким, когда Всевышний послал Муша Рабейну, дать, то есть, сделать нас царством священников и народом святых, то есть, да, с его желания. То есть, и дать, чтобы мы служили Ему, Ему во всем, то есть, всем сердцем, то есть, всем вашим сердцем, как сказано в Лавдобе Холива Хэм, то есть, как сказано, служите Ему всем сердцем вашим. И сказал, да, 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 то есть, что служение включает в себя также приносить всяких животных, то есть, да, в храмах тех, которые ставили в них идолов, им поклонялись и сделали воскурение перед ними. И были, то есть, отделенные люди, которые были служащие в этих храмах, то есть, да, для того, чтобы служить, то есть, солнцу и луне и звездам, как мы это объяснили. То есть, в принципе, в то времена, то есть, это было нормальное принятое в человеческом мире во всем, что любое служение, это были как бы жрецы и так далее, были храмы, поклонялись и так далее, и, естественно, была часть этого воскурения и жертвопоношения. То есть, его мудрости вышнего, то есть, да, не потребовало, то есть, да, от его создания, чтобы они оставили все эти служения и аннулировали, ибо тогда они, у них бы в голову, в сердце не пришло принятие, как природа человеческая, что он всегда склоняется к привычке. Это было бы похоже, как будто придет наше время пророк и призовет к служению Всевышнюю, скажет, что Всевышний заповедовал вам всем не молиться ему, не поститься и не требовать его избавления во время ваших бедствий. А служите ему только в вашем, то есть, называется, только в вашем разуме и мыслях, то есть, да, без всяких действий. Понятно, то есть, Рамба имеет в виду, что это ни один человек не примет просто, да, то есть, да, то есть, служить только на духовном уровне, только через разум, без действий. Поэтому Всевышний оставил некоторые служения и перенес их, то есть, да, чтобы от того, что они служили всяким, называется, Инианим Демьюниим, то есть, возможным вещам из воображения, которых нету у них истины, и он заповедовал делах их ему, благословенно он, И заповедовал построить храм ему, и, то есть, гейхаль, то есть, святилище ему, то есть, ему храм и святилище, и чтобы был жертвенник для него, и жертвенник, то есть, из земли сделан, и чтобы были жертвопрощения ему, и чтобы человек приносил из них жертвопрощения Всевышнего, и поклонялись ему, и приносили, воскуривали ему. То есть, это то, что говорит рамбом на Мурен-Вухе. Что значит? То есть, рамбом понимает очень важную вещь, что жертвоприношение, это типа такой золотой середина. Это золотая середина, как бы так, золотой путь, средний путь к служению Всевышнему. Когда человек, почему? Потому что, когда человек собирается, хочет служить Всевышнему, у него есть очень сильная, скажем так, страшная дихотомия, то есть, разрывает две части. С одной стороны, что он хочет? Есть проблема сделать абсолютного, трансцендентного и, скажем так, априорного, неосезаемого Бога и так далее, который, то есть, называется, никакая мысль не может постичь, то есть, ничего не может его определить, и так далее, и так далее. Это очень важно, то есть, понимать, что Всевышнему невозможно причинить никакие человеческие образы и так далее. Для чего это важно? Для чего это важно понять, что есть пропасть огромная между человеком и Создателем. То есть, да? То есть, и ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути. То есть, да, как возвысилась земля над небом, то есть, как небо над землей возвысилась, так возвысились мои мысли над вашими мыслями, а мои пути над вашими путями. То есть, да, в принципе, вот это вот абсолютное, скажем так, овшата, я не знаю, как это по-русски сказать, по-человечески. нематериальность полностью выходит из материи божественного и объяснение, что нематериально, то есть это как бы очень важная вещь в понимании разницы между нами и Всевышним с другой стороны, это проблема если мы слишком сильно это загнем будем требовать человека так это принять то Бог станет очень трансцендентным, очень отдаленным и в принципе нерелевантным что кстати произошло и с Европой, и с атеизмом в Европе и так далее, при христианском мире, который сделал Бога отделенным, то есть есть светское, мирское, есть божественное и так далее есть церковное и в конце концов естественно, что Бог стал настолько далеко что он уже стал нерелевантным к реальности это с одной стороны, с другой стороны человек хочет диалог человек хочет диалог, он хочет человек, то есть живой, динамичный диалог, когда, скажем так, сидят за чашкой кофе, за хорошим обедом и так далее. Естественно, человек, говорю, Всевышний, человек бы хотел встретиться со Всевышним, вот такой вот по встрече, то есть, да, близкой, но проблема в том, что такой подход тоже проблематичен. Он проблематичен, потому что он привести может, во-первых, что есть несколько богов, то есть, да, а самое худшее, это начинать богу, то есть, приписывать возможности человеческие качества, вплоть до полного очеловечивания его, то есть, скажем так, типа мифов и легендах и мифов Древней Греции, то есть, да, что есть у бога какие-то там желания, вожделения, ну и так далее. Вот, это вторая проблема. Поэтому Рамбам говорит, что наши жертвоприношения как раз и решают эту проблему. Они находят золотую середину между двумя этими крайностями. С одной стороны, жертвоприношения помогают человеку чувствовать связь, какое-то общение со Всевышним. Он может принести ему жертву, он может принести ему подношение, то есть, да, в принципе, есть какое-то замоотношение между человеком и богом. С другой стороны, когда человек приносит жертвоприношение и так далее, это держит расстояние между Всевышним и народом, и людьми. То есть, да, то есть, показывает его недосягаемость в каком-то смысле. То есть, мы как бы убиваем двух зайцев таким образом. Это одно объяснение, то есть, да, смысл и важность жертвоприношения в нашем мире, в человеческом мире, в котором мы живем. Второе объяснение. Тут есть очень важная вещь. Нужно помнить, что в сердце храма была святая святых. А внутри святая святых находился ковчег завета, в котором лежали, скрижали заветы. Для того, чтобы подойти к святыне, к святости, нужно сначала пройти процесс очищения и искупления. Этот процесс происходит подсредством омывания, то есть, да, то есть, омывание, то есть, то, что делали священники, то есть, о коне, омывание рук из киора, то есть, из этого, то есть, кранов, то есть, специально, то есть, водой, и с посредством жертвоприношений животных. Еще то есть, эти моменты, из-за этого происходят. В наше время, когда человек согрешил, что происходит? Его совесть, скажем так, его, ну, скажем так, жрет минут пять, ну, может, чуть больше, а потом потихонечку это, как бы, забывается, уходит на второй план и так далее, и остается от нее ни остатка, ни части, ни боли в сердце, ни боли души. Ну, может, это проявится в лучшем случае еще снова в месяц и люль, в Рошинай, в Йом-Кипу. И все. Вот. То есть, это, скажем так, не сильно оставит отпечаток. Скорее всего. Окей. Таким образом, можем ли мы в этом видеть правильное такое вот, скажем так, движение для искупления, для очищения, для возвращения к Всевышнему и исправления? Понятно, что нет. Что мы хотим, что ожидается? Ожидается человек, что после греха, то есть, да, человек будет просить, желать, искупление за свой грех. Более того, он раскается, то есть, да, и полностью поймет значение его действий. Для того, чтобы он больше не согрешил. И отсюда мы переходим к жертвоприношению. Когда, во времена храма, что произошло, когда человек грешил? Во времена храма, когда человек грешил, он должен был принести очистительное жертвоприношение. Грех очистительный. Очистится от греха. То есть, он должен быть очень-очень тщательно выбрать овечку. И со своего стада, которое у него есть. То есть, овечка, которую он вырастил, эта овечка будет с ним с утра до вечера. Он должен за ней очень... Он ее выращивал. Он ее растил, он за ней следил, он за ней заботился, потому что у нее не должно быть никакого увечья. То есть, овечка, которую хорошо вырастили, следили, чтобы не было проблем с ней. Он ее должен взять. Он ее оберегал от волков. Он ее оберегал от всяких проблем. Теперь берет эту овечку. И он должен поднятием ножа, то есть, да, через коины, или... То есть, хита, кстати, кшера-безар, то есть, может и человек, то есть, это обыкновенно зарезать животное, то есть, все остальные виды работы, принятие крови и так далее, только коин может делать. Но это делает или коин, то есть, режет животное, или даже сам человек, в любом случае, так или иначе, он должен забрать жизнь у этой овечки. Причем, в виде, какая-то овечка, можно сказать, то есть, смотрит взглядом, то есть, да, и хочет жить, конечно. И таким образом, вот это вот, вот это вот жертвоприношение будет, войдет ему в его глаза, то есть, он увидит, как это происходит, это войдет ему сюда, в сознание. И в подсознание, и так он больше не захочет повторять второй раз такую картину. То есть, в принципе, получается, ископление, это не, сделаем действие, и все, искупились. Искупление, это процесс, который требует от греха, который совершил грех, заплатить цену. Заплатить цену для того, чтобы получить это искупление, причем так, чтобы это у него записалось на сердце и в сознание. Чтобы сделало так, чтобы он больше этого не делал. Это еще один смысл жертвоприношения. То есть, назовем тогда, в принципе, жертвоприношение как действие, которое оставляет печать на сердце и на сознание. Еще одно объяснение, которое мы можем дать, скажем так, последнее, третье. Дело в том, что боль, как, скажем так, ощущение, боль как ощущение это часть, очень важная часть в божественном служении. Сейчас объясню более. Когда человек приводит, сейчас мы берем жертвоприношение, когда человек приходит, приносит жертву. Его кровь бросается на жертвы, на углы жертвы, на карнотам избех, то что называется. Дело в том, что в жертвоприношениях, кто не знает, есть четыре вида работы, которые для того, чтобы жертва была. Это шкита, кабала, гувала, вазрика. Сейчас объясню. Шкита это резань, то есть когда ты режешь. Кабала это когда ты принимаешь в специальный сосуд, то есть кровь. Дальше несут кровь в жертвенник и бросают кровь на жертвенник. Это четыре вида работы, которые делают, в принципе, жертвоприношение сделано. Ну, кроме того, что там еще нужно приносить тем халавим и так далее, то в принципе, это четыре основные действия жертвоприношения. Так вот, когда мы это делаем, когда несется, то есть это кровь и бросается на жертвенник, на человеке лежит обязанность, скажем так, пролить душу свою перед Всевышним. То есть когда бросают кровь, человек должен и душу свою излить перед Всевышним. если он не изливает свою душу перед Всевышним, когда бросают кровь, это называется курбан-то-и-ва. Презренная жертва. И это, кстати, объясняет то, что говорят, то, что сказали мудрецы, что молитвы были установлены напротив жертвоприношения. Что имеется в виду? Это именно вот это излияние души человека напротив излияния души животного. Потому что кровь, дам, это анефиш, то есть выходит душа. То есть когда кровь выходит, то есть из животного она умирает. Поэтому называется дама нефиш. То есть кровь, с которой выходит душа. Как выходит душа животного через эту кровь, которую бросают на жертву, так должно течь и во время молитвы душа человека вытекать. То есть в принципе это и есть то, что называется такой вот религиозный experience. То есть религиозное ощущение, которое завязывает человека со Всевышним понимание, что иногда есть боль, иногда есть тяжелые платы, которую человеку нужно заплатить за эту связь. И тогда человек, если видит вот эту вот боль животного и вот эту вот плату, которая происходит, когда выливается кровь, то есть да, и выливается, то есть он понимает, то есть да, человек должен знать и действительно быть, прочувствовать это и излить свою душу по-настоящему точно так же, как есть важность, как бы выливания души животного. то есть человек должен отдавать свою душу в служении Всевышнему, даже когда это неприятно, даже когда это болезненно, даже когда это больно, даже когда это берет цену. То есть животное отдает свою душу, то есть отдает свою кровь на жертву. Дело в том, что мы платим цены очень часто за важные наши ценности, и мы готовы платить многие цены за их, тяжелые цены. То есть женщины подтвердят, кто рожает и так далее, рожать детей это боль. Потом их выращивать это тоже много, отдавать от себя, испытывать боль, рожарование иногда, естественно, радость и все на свете. и то же самое происходит, когда мы желаем и хотим приблиться к Всевышнему, иногда это сопровождается жертвами, которые мы должны принести. И жертвоподолжение, которое принесло в храме, оно дает нам, скажем так, триггер и осознание, как нужно выливать свою душу, как нужно жертвовать на примере этого животного, то есть перед Всевышним. тогда мы то есть доходим до близости полной, потому что я снова говорю, человек ради своих ценностей готов пожертвовать многим, терпеть много и даже испытывать боль. То же самое происходит и с ценностью быть близким ко Всевышнему, служить ему и быть с ним то, что называется в связи. Вот. Вот эти три причины. То есть мы подведем итог. Первая, то есть причина это у нас получается сделать так, что Всевышний с одной стороны был далек, а с другой стороны близок. То есть мы прочувствовали, что он его высоту недосягаемый с другой стороны чувствовать соотношение с ним. Второе, то есть объяснение, почему нужно жертвоприношение, это нужно, когда вопрос искупления, что искупление должно быть таким, что он оставляет, и жертвоприношение это показывает, оставляет то, что называется след на сердце и на сознании. И третье, что боль страдания иногда, то есть это плата за религиозные экспириенсы, вот это близость со Всевышним, которую иногда нужно приносить ради ценностей. Вот как бы это то, что можно сказать для того, чтобы понять всю глубину, всю глубину, можно еще добавлять и говорить еще, вообще в принципе в чем смысл жертвоприношений и почему они, да, морально оправданы и почему им есть место даже, скажем так, в нашем современном мире, потому что нам до сих пор нужно уметь чувствовать близость, отдаленность, нам до сих пор нужно уметь искупляться и чувствовать так, чтобы мы действительно не согрешили, ай-яй-яй, совесть замучила, потом забыли, оставила в печать, то есть, чтобы мы стремились исправлять и больше не повторяли это. И третье, естественно, осознание того, что мы должны отдавать Всевышнему, выливать душу перед ним, как животное выливает свою кровь на жертвенник. Вот, на этом все. Я сказал, что урок будет не очень длинный, но я думаю, что он был весьма интересен вам, надеюсь, и важен, то есть, дал некоторые важные аспекты для мыслей, для размышлений. Вот, на этом моменте я выключаю запись, то что слушал запись, все хорошего, до новых встреч, увидимся.